Здравствуйте, добро пожаловать на очередной выпуск передачи «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Вы будете рады, что включили нашу передачу сегодня, обещаю вам это. И не пропустите ни одной передачи на этой неделе, потому что мы будем рассматривать сферы, связанные с тем, что происходит вокруг нас, в том, что происходит в средствах массовой информации, из-за чего происходит вся эта путаница, не только в правительстве США, но и в правительствах других стран мира. Все так запутались, что не могут сообразить сегодня, что же делать завтра. Что происходит? Что происходит вокруг нас? И другие вопросы. И так далее. Но знаете, Бог не запутан. Слово Божье не запутано. И чем больше я пребываю в нем, тем менее я запутан во всем остальном. И вы будете рады, что присоединились к нам. Отец, мы воздаем тебе хвалу и благодарение сегодня за твое слово. Мы открываем наш разум и наши сердца для откровения с небес, чтобы распутать нас, слава Богу, и привести нас к истине, которая совсем не запутана. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Присоединяйтесь ко мне сегодня и на всей этой неделе. Наш дорогой брат Крефла Доллар. Здесь, в нашей студии. Слава Богу, Крефла. Спасибо тебе, брат Кайнет. О, я просто развеселился, пока молился. Я почувствовал в своем духе, что Господу доставляет удовольствие. Все, что мы сейчас делаем. Он радуется. Для него и его людей. Это конфиденциальная информация. Потому что у него есть ответы, и он покажет их нам. Да, да. Вы смотрите туда и думаете. Люди, если бы вы только знали. И тело Христа должно быть таким, потому что Слово Божие говорит, «Дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям, премудрость Божья». Да. Тело Христа на этой земле наделено вечной мудростью. Единственная проблема в том, что для многих христиан она спрятана. И они не могут до нее добраться. А мы выносим Его Слово. И Его знания, и Его пути на поверхность. И они действуют. Давайте обратимся к посланию к римлянам, которое мы рассматривали на прошлой неделе. Крефла, в 12 главе. Начни-ка оттуда. С того местописания о преобразовании. О преобразовании человека. Вы буквально превращаетесь, преобразуетесь во что-то другое через обновление своего ума. Поведи нас туда. Именно там мы были. Что ж, послание к римлянам, 12 главе, 1 стихе сказано. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь или изменитесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И миру мы говорим «Родитесь свыше». Но церкви мы говорим «Обновите свой ум», потому что это очень важно. Но для того, чтобы преобразиться или измениться, нужен процесс. И это будет процесс обновления вашего ума. Да. Изменение — это процесс. И нельзя говорить об изменении, не упоминая обновления вашего ума. Потому что если вы не изменяете своё мышление, вы не измените свою жизнь. Если вы продолжаете делать то же, что и делали, но ожидаете других результатов, это называется сумасшествие. Вам придётся изменить то, как вы думаете, для того, чтобы изменить свою жизнь. Если вы не изменяете то, как вы думаете, вы останетесь таким же, как были до конца своей жизни. Потому что вы не изменяете своё мышление. Вы продолжаете делать одно и то же снова и снова. Люди говорят «Знаете, если бы я был на его месте, я бы не поступал так». Да. Если бы вы были на его месте, именно так бы вы и поступали. Да. У меня не было такого намерения. Нет, не было. Верно. Они укладываются как слои, один на другой, за определённый период времени. И если у вас остаётся прежний ход мысли, это приведёт вас к тем же решениям, и вы будете делать то же самое снова, снова и снова, и результаты не изменятся. Не изменятся. Конечно. Потому что, когда мы говорим об обновлении вашего ума, мы говорим о том, что нужно поменять свои мысли на Божьи мысли, свою веру в верование на Божью веру. Вот о чём мы говорим. И на самом деле это называется святостью. Когда ты говоришь о святой жизни, ты говоришь о том, чтобы иметь ум Божий. То, что Бог называет правильным, ты называешь правильным. То, что Бог называет неправильным, ты называешь неправильным. И что вам нужно? Посмотреть на свою веру. Если она не согласована с Божьим Словом, вам нужно поменять свою веру на Божью веру. Это и есть обновление ума. Знаешь, я просто думал... Я никогда не думал об этом с негативной точки зрения. Преобразоваться обновлением вашего ума, устремляясь к святости. Слово Божие говорит, что мы призваны быть святыми, как Он святой, как Бог свят. Святость — это не какой-то странный, смешной образ поведения. Как говорили много лет назад, мы не сквернословим, не жуем жвачку и не общаемся с теми, кто это делает. Это совсем не так. Это не значит не делать чего-то. В этом смысле. Это значит быть такими, как Бог, в Его силе, в Его правах, и помазать, и всех благословениях Божьих. Вот на что настраивает вас святость. Но задумайтесь вот над чем. Например, представьте ребенка, которого воспитывали в Слове Божьем. Благочестиво. Но по какой-то непонятной, странной причине родители этого ребенка приняли решение послать учиться его в университет, который полон социалистических, безбожных идей, в котором ненавидят Бога, и «да, но» эти «да, но» ничего не значат. Вы посылаете его учиться туда, и ребенок возвращается оттуда совсем другим. Почему? Он обновил, так сказать, свой ум с праведности веры Божьей на вавилонскую систему, вавилонскую социалистическую систему, в которой есть одна мысль «нам не нужен Бог». Он окружен людьми, которые думают сообразно этой вавилонской системе. Да, и что произошло? Да. Исполнилось это местописание. Они преобразовались обновлением своего ума со святости на что-то другое. Вы даже не узнаете своего ребенка, когда он возвращается домой. Неожиданно он не проявляет к вам уважения. Неожиданно он становится таким же, как этот мир и мирская система. И вам нужно присматривать за ним, потому что следующим шагом могут быть наркотики и другие вещи. Именно туда ведет эта дорога. Для того, чтобы обновить свой ум в негативном плане, нужно пойти в направлении, уводящем от воли Божьей. Когда вы обновляете свой ум в негативном, вы будете познавать и испытывать то, что не является волей Божьей для вашей жизни. Именно так здесь и сказано. Вы познаете, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Но когда вы отдаляетесь от этого, вы начинаете познавать, что есть воля дьявола, плохая, неугодная и совершенная в своей злой силе. Вот к чему все приводит. И мы должны понимать в таком случае, что это важно. Для христиан важно понимать, что если я рожден свыше, я должен обновлять свой ум. И, конечно же, обновление ума — это процесс. Я думаю, первое, что нам придется осознать, это необходимость принять решение обновлять свой ум. Например, в случае с Марией и Марфой. Вы знаете, Мария приняла решение сидеть у ног Иисуса. Я увидел, когда ты учил об этом раньше, что это решение откроет двери реальности. Вам нужно прежде всего принять решение, а всё остальное придёт само собой. Но когда вы принимаете решение в согласии с Божьей волей для вашей жизни, небеса поддержат вас. Вы будете на своём пути. Да. Ангелы поддержат вас. Итак, первый шаг к процессу обновления вашего ума — вы должны принять это решение. Второй шаг, немного связан с этим, — это желание. Вы будете желать того, чему вы уделяете больше всего внимания. Вопрос в том, чтобы хотеть делать это. Вы должны хотеть это. Вы должны хотеть просить об этом. А если вы не хотите, вы должны знать, как приходить к Богу и говорить, «Господь, помоги мне захотеть делать это». Но необходимо желание внедрять этот процесс изменений. И знаете, на прошлой неделе мы говорили о бремене. Прекратите делать служение Богу бременем. Прекратите делать десятину бременем. «Прекратите делать бременем посещение церкви». И не делайте бременем обновление своего ума. Знаете, я начал размышлять об этом, и если я замечаю, что когда я приезжаю на Рождество, и меня считают бременем, я больше не приеду туда. Я не буду для вас бременем, если вы не хотите меня здесь. Прежде всего, я приму решение, и у меня будет желание. И вот что очень важно. Я принимаю решение, у меня есть желание измениться. «Но желаю ли я углубить своё познание в этом?» Возьмите проповеди Кеннета Копланда и Глории Коплэнд и погрузитесь в Слово Божье. И считайте не только для того, чтобы запомнить наизусть места Писания, но чтобы углубить свои познания о благословении, свои познания о Завете. И читайте книгу, которая согласовывается с этой книгой. И слушайте записи. И спрашивайте Бога, Бог, а что ты думаешь об этом? Таковы твои мысли об этом? Общайтесь с Ним. Когда ты говорил, мне показалось, что Господь проиллюстрировал для меня этот пример. Например, представьте, повар на кухне берёт какой-то ингредиент, высыпает его в миску и размешивает, готовит и пробует. и затем, пробуя, говорит, «О, это горько». Идёт в кладовую, говорит, «Вот, я возьму отсюда из этого пакета, сделаю всё заново. Но в этот раз я буду использовать этот ингредиент. В этом пакете другая приправа». Он берёт этот пакетик, размешивает его и говорит, «Вот, вот, уже лучше». И заканчивает то, что он делает. Бог сказал, «Моё слово вышло из моих уст. Мои пути выше ваших путей. Мои мысли выше ваших мыслей. Пусть нечестивый оставит свои мысли». Другими словами, Бог говорит, «Прекратите думать о том, о чём вы думали, и начните думать о том, о чём думаю я. Поднимитесь выше, сюда, ко мне. Моё слово исходит из уст моих и совершает то, для чего я послал его». Вы делаете один шаг, этот шаг ведёт к другому шагу, и в конце концов вы оказываетесь в комнате, наполненной людьми. Вы не знаете, как вы туда попали, и вы думаете теми мыслями, с которыми у вас не должно быть ничего общего, если мы говорим о негативной прогрессии, и это поведёт вас по наклонной плоскости. Но, если вы были воспитаны и сообразовываться с этим миром, и это мирской системой, думали мыслями и категориями этого мира, вы принимаете решение. Вот что вызвало это. Ты говорил об этом решении. Этот повар принял решение. Нет, я больше не буду использовать эту приправу. Я пойду туда и возьму другую приправу. Думаю, это будет лучше. Вы принимаете такое решение. Я буду думать о том, что истина, что справедливо, чисто, любезно, достославно, это должно основываться на любви Божьей, и вы окажетесь вот здесь. Если вы придёте сюда и выберете вот этот пакет мыслей, вот что я возьму с полки, и я скажу, я ожидаю, что Дух Святой будет вести и направлять меня, и я буду использовать именно эти мысли. Я, почитая Бога, я ставлю Его мысли выше моих мыслей, Его пути выше моих путей, я вкладываю в свой ум вот эти мысли, то есть я принимаю решение, верно? Вы не достигнете прогресса, не принимая решений обновлять свой ум. Это просто не произойдёт. И даже располагая этим, приняв решение, имея желание, углубляя знания, посмотрите на этот шаг, прилежание. Я говорю так, когда вы ленивы, у вас будет недостаток. Да. Когда вы не проявляете прилежности в принятии решений, чтобы сделать этот выбор, помните, рука прилежная делает это снова, снова и снова. И это приведёт вас к следующему шагу. Смотрите, защищайте свои мысли, поскольку когда вы принимаете решение обновлять свой ум с помощью этой книги, с помощью Библии, вам придётся защищать свой ум от мыслей, которые приходят не из неё. Вам придётся защищать свой ум от всех этих мыслей, которые противоречат Слову Божьему и Божьим путям. Ведь если мы не обновляем наш ум Словом Божьим, мы в конце концов сделаем то, чего Бог никогда для нас не планировал, и вы не познаете волю Божью для своей жизни, если не обновляете свой ум. Кто-то говорит «Боже, я хочу знать волю Божью для своей жизни». Вы должны заняться прилежным обновлением своего ума из правильных источников. На чём основывается социология? Она основывается на куче разных точек зрения, которые не основываются на истине Божьего Слова. И когда проходит какое-то время, они даже не знают, откуда они пришли. Они начинают цитировать то, что кто-то сделал 10 лет тому назад, что кто-то сделал 30 лет тому назад. Но это всё равно не основывается на истине. Это Слово, оно истинное. И когда наши жизни обновлены истиной, у нас правильное основание, чтобы снова и снова убеждаться. Это воля Божья для моей жизни. Это воля Божья для меня на этой планете. Вы не должны быть потеряны и не знать воли Божьей для своей жизни. Обновляйте свой ум при помощи этой книги, и вы познаете волю Божью для своей жизни. Конечно. Иисус дал это обетование в 16 главе Евангелия от Иоанна. Давай откроем его, Крефло. Хорошо. Религиозный ум даже не может прочитать, что Бог сказал там на самом деле. Его начинает шатать. Вот на что я хочу указать. Мы стали свидетелями того, какой беспорядок может вызвать политкорректность например, когда кто-то говорит «Я не хочу, чтобы вы проверяли контрольное моего ребенка красной ручкой, потому что вы занижаете его самооценку». Вам нужно проверять контрольное красной ручкой, потому что ребенку нужно понять, в этом ему нужно возрастать. я обращаю твое внимание не на то, что ты какой-то идиот и на то, что ты допустил ошибку, а на то, что тебе нужно работать над этим. Вот теперь нам нужно разделить эту команду. Они слишком хороши. Прекратите. Никто не может возрастать в таких условиях. Вы убираете всякий элемент сопротивления, и в конце концов вам придется иметь дело с кучкой расхлябанных людей, которые вообще не могут возрастать, потому что нет никакого элемента давления. Получается, что парень поднимает в спортзале швабру. О, посмотрите. Я выжил ее 25 раз. Посмотрите. Швабру. И что дальше? Вам придется сделать это 16 тысяч раз, чтобы получить какой-то результат, потому что это не влечет за собой никакого роста. Чтобы получить результат, да. И вот это социальное мышление, которое пыталось вычислить, что же здесь не так, и произвело политкорректность. Попытка вычислить, что здесь не так, привело к этой политкорректности. И этот беспорядок. Этому присущ беспорядок. А что еще хуже политкорректности, это религиозная корректность. О да, я такой недостойный. Я просто маленький червь. Вы верите этому не больше, чем тому, что гуси летают кверх ногами. И вы говорите это только в церкви. Да. И вот однажды ваш сын, пятиклассник, приходит домой и говорит, мама, этот учитель сказал, что я ничего не стою. И она спрашивает, что? Мой ребенок ничего не стоит. Мама, ну ты же сама говорила это в воскресенье утром в церкви, мам. И, конечно же, вы не разговариваете так, когда вы один на один со своей женой вечером. Но, выходя за кафедру, вы произносите, давайте откроем 13 главу книги Откровения. Но вы не говорите так с женой, когда приходите домой. Вы не говорите, да, любимая, давай сделаем это. Не говорите. Нет. И в чем состоит опасность религиозной корректности? Это генетически измененная Библия, которая начинает говорить то, что она не говорила, и обвиняет Бога в том, чего он не делал. И это приводит к тому, что вы полностью слетаете с правильных рельс. Это не была воля Божья для меня, поэтому мне не нужно ни в чем проявлять прилежание, усердие. Это приводит к тому, что сказал здесь Иисус. Но религиозные и политкорректные люди, прочитав этот стих, не поверят Ему. Вот что я хотел показать. 16 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Когда же придет Он, Дух истины, Он наставит. И вот эта фраза. Ну, брат Крефла, вы никогда не знаете, что собирается делать Дух Святой. Нет, нет. Он покажет это. Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. «Но Бог никогда не разговаривает со мной. Далеко не каждый может услышать голос Божий». Но Иисус сказал, «Вот стою возле двери и стучу. Если кто...» Да, если кто. «Если кто услышит голос Мой и откроет...» То есть, если кто... То есть, любой может слышать и услышать. Но религиозная корректность говорит, «Ну, некоторые могут не услышать голос Божий». Понимаете, о чем дело? Даже если у нас заканчивается время, мне нужно сказать это. «И будущее возвестит вам». 14 стих. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Он только что сказал в Своем Слове, что у меня есть доступ ко всему, что знает Бог. Да, да. Несомненно. О, это обновит ваш ум. Это обновит его. Не так ли? Ну, вам придется собраться, встать и сказать, «Да, хвала Богу. Бог сказал это, и я верю этому. Я делаю выбор верить этому». Да. Я выбираю вкладывать эти мысли в свое мышление и думать так. Наше время подошло к концу. Мы будем думать об этом завтра. В согласии с этой книгой. Да. Мы вернемся через минуту. Аллилуйя. Аллилуйя. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». О, дорогой Господь, давай начнем сегодняшнее изучение. Отец, мы благодарим Тебя и прославляем Тебя за то, что Ты открываешь наш разум, обновляешь нас к Твоему образу мышления. О, Господь, мы радуемся в этом. Да. У Тебя есть все ответы. Каждый ответ, который нам нужен, на каждый вопрос, который приносит смущение и мучает весь мир, у Тебя есть ответы. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Крефла, давай сразу же вернемся к 12 главе послания к римлянам. Да, хорошо. Я показывал это Крефла перед началом передачи. На прошлой неделе он читал этот отрывок из 12 главы 1 стиха посланий к римлянам. И мне бросилось в глаза слово «милосердие». И я увидел его и сказал, «Милосердие Божье». Как я сказал, мне просто бросилось в глаза это слово «милосердие». Милосердие Божье. И, конечно, я видел его раньше. Я размышлял об этом. Но Дух Божий никогда не обращал мое внимание на это именно таким образом. И сегодня Он открыл мои глаза. Он обновил мой разум к тому, о чем Он говорит здесь. Римлянам 12.1. Посмотрите. «Умоляю вас». «Умоляю». Что значит это слово «умолять»? «Я прошу вас». «Я заклинаю вас». «Пожалуйста, послушайте меня», говорит апостол Павел. «Пожалуйста, прошу, прислушайтесь к тому, что я говорю». «Итак, умоляю вас, братья». Если бы Он просто сказал «Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Но Он сказал не так. Он сказал «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». И неожиданно Дух Святой буквально в Моем Духе прочитал для меня этот стих. «Милосердие Божье умоляет вас. Представьте мне свое тело, и я изменю ваш разум». И в расширенном переводе говорится «Веду всего милосердия Божьего, ввиду всей милости Божьей». «Всей». Знаете, что я вижу здесь? Я вижу здесь того, кто жил такой запущенный, спившийся, наполненный наркотиками жизнью, которую только можно было себе представить. Жизнью грешной, недостойной. Животной. И Он говорит «Знаете, нет выхода». Бог ничего не смог бы сделать таким подлецом, как я. Мне даже стыдно приходить к Богу. Что ж, это религиозная корректность. Потому что даже после того, как люди, религиозные люди, рождаются свыше, они говорят «Знаете, я…» И они начинают, так сказать, присмыкаться перед лицом Божьим. Но посмотрите, что сказал Бог. Послушайте, люди, я умоляю вас. Мне все равно, кем вы были. Мне все равно, с чем вы сообразовывались в этом мире. Если вы придете сюда, придите сюда, и я дам вам мой разум. Я преображу этот ужасный образ жизни. Милосердие взывает к вам. Я сделаю из вас другого человека. Вы можете измениться. Вы послушаете меня. Вы можете измениться. Я услышал Божий зов в моем сердце. Бог обращается к вам сейчас. Мне все равно, кто вы. Самоубийство — это не ответ, мои братья и сестры. Это лишь начало еще большего ада, чем вы знали прежде. Но я уверяю вас, не бросайте свою жизнь, не выкидывайте, а дайте ее Богу. Пусть у Него будет ваш разум, и Он преобразит вас. Это побеждает бессилие. А некоторые люди чувствуют себя бессильными, чтобы измениться. Так и есть, Крефло. Без этого. Без этого. И это ответ. Теперь у вас есть сила, чтобы измениться. И Он говорит, «Вы можете измениться. Вам не нужно убивать себя. Вам не нужно пребывать в депрессии относительно того, кто вы. Знаете, то, каким вы хотите видеть плод на дереве, это ваша ответственность. Вы можете измениться. Вы не застряли. Вы не сели на мель. Вот все милосердие Божье доступно вам, и я умоляю вас, вы можете измениться». Бог умоляет вас прислушаться. Вы можете измениться. Пожалуйста, прислушайтесь к моим мыслям и моим путям, и я выведу вас из этого. И посмотрите, что Он избрал. Посмотрите на путь, который Он выбрал. Вот что вы должны делать. Вот что вам нужно делать. Преобразуйтесь с обновлением ума вашего, и я покажу вам волю Божью. Бог всё устроил. Он говорит, «Вот как вы можете измениться. Возьмите мысли, которые у вас есть, и поменяйте их на мои мысли, и не имеет значения, кем вы были. Моё милосердие разберётся со всем этим, и вы сможете иметь совершенную волю Божью для своей жизни, пока Бог не сказал, что всё закончилось, и ещё ничего не закончилось». Этот поступок... Я знаю это. Я могу назвать тот час, когда это началось. Да. И я видел, как это работает. Я перепробовал все книги о... самопомощи. И я избавился от некоторых вещей, но позже я осознал. То, что помогло мне в этом, я нашёл в Слове Божьем. Именно Божий принцип помог мне. Но в то время я ещё не знал этого. Затем это преобразило меня. Я пытался. И что доказано здесь? Здесь написано, что вы познаёте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это доказывает происхождение этой книги и её силы. Я уверяю тебя, Крефла. Это буквально переделало меня в каждой сфере моей жизни. В духе, в душе, в теле, финансово, социально, в семье, во всём. Это переустроило всё и всё лучше. И теперь ты получаешь полную выгоду от рождённого свыше Духа, который проявляется в этом физическом мире. И это ответ людям, которые приходят в церковь и говорят, «Ну, знаете, я хожу в церковь, приношу десятину, всё время молюсь, но ничего не изменяется». Что ж, вы правильно сказали, ничего не изменилось. Вы должны делать это цели направо. Вы выходите из церкви и продолжаете думать и говорить точно так же, как и до того, как вы пришли. Это слово должно стать для вас окончательным авторитетом. Здесь оканчиваются все споры. Это место почитания. Это то положение, где вы должны взять Слово Божье и поставить его на первое место в своей жизни и быть послушными Слову Божьему. Нерожденные свыше люди, у которых есть большое желание измениться, и которые работают над этим, пытаются изменить свое тело, похудеть, занимаются бодибилдингом и тому подобным. И вы можете повлиять на некоторые сферы, но вы заметите, как оно будет скатываться обратно туда, где было раньше. У них нет необходимой силы, чтобы сделать эти изменения постоянными и по-настоящему переродиться, а не просто изменить его внешний вид. Именно так это можно описать. И знаете, я помню, как я проповедовал в одной церкви. Меня пригласили проповедовать в одну церковь. И я ничего не знал о тех людях. Там был мой друг, который передал мне приглашение. Оказалось, что это было приглашение на воскресное занятие школы бизнесменов, которая была такая же большая, как и церковь. И Крефло, я вошел туда, и прямо передо мной сидел мужчина, который курил сигару. Я подошел, там у них стоял большой круглый стол, и я не знал. Я подумал, для чего я сюда вообще приехал. Если бы я знал, что это какой-то бар, я бы приготовился к этому. Но вообще-то я собирался в церковь. Я не знал, что приду в какой-то бар. Хорошо. Я прошел мимо этого круглого стола, а он сидел там и рассказывал неприличный анекдот. Он просто рассказывал этот грязный анекдот, и вот мне нужно проповедовать в такой компании. И я выбираю местописание о том, что должно вам родиться свыше. Они сидят и смотрят на меня. И этот мужчина продолжает курить свою сигару. Он сидит там, а у меня мурашки по телу. Знаете, и неожиданно Господь дает мне откровение о том, как сказать этим людям, что они должны родиться свыше. И я сказал, позвольте спросить у вас, представьте себе, что у вас в конюшне стоят самые породистые скакуны, которых только можно приобрести за деньги. Настоящие отборные беговые лошади. Они стали слушать уже повнимательнее. Я продолжил. И вот вы идете и приобретаете самого лучшего мула, которого только можно купить. Большого, сильного мула. Одного из тех деревенских коней, который может сдвинуть все, что угодно. Это хороший мул, но это все же мул, рабочая лошадка. И вы собираетесь поставить его в стойло вместе с породистыми скакунами. Прежде чем вы приведете его туда, вы делаете небольшую пластическую операцию, вы обрезаете его большие уши, и он действительно выглядит лучше. Вы можете подстричь его, что-то сделать с ним, и вот он хорошо выглядит. Он выглядит точно так же, как и остальные лошади в стойле. Хороший мул. Он даже не знает, что остался мулом. Вы вводите его, он выглядит красиво, ставите его перед барьером, звучит колокол, но мул остался мулом. Да, мулом. Вот он уже глотает пыль, оставаясь позади всех этих скакунов. Он прилагает все свои усилия. Единственная разница в том, что его уши маленькие. Это единственное, что вы могли изменить. Но вот, что я скажу. Пока он остается мулом внутри, не имеет значения, что вы сделаете с его внешностью, вы не сможете заставить его бежать вместе с породистыми скакунами, потому что они родились от другой породы. И я не знал, что я скажу им дальше. Я излагал им так, как это пришло ко мне в моем духе. И тогда я сказал, вот что происходит, когда вы принимаете Иисуса Господом в своей жизни. Он перерождает ваш дух. И я обращаюсь к вам сейчас. И в этой комнате находится куча ослов. И я подумал, я же не мог сказать это. Но я сказал, в этом помещении сегодня утром куча ослов, которые живут без Иисуса. И не имеет значения, как давно вы ходите в эту церковь, посещаете ее. Не имеет значения, когда но вы посещаете эти воскресные занятия. Вы всего лишь мул. И никто, кроме Бога, не может сделать из вас породистого скакуна. Я проповедовал дальше. Они начали молиться. И в то утро мы устроили пробуждение в той конюшне. Это было удивительно. Я размышлял об этом на протяжении многих лет над этим примером. И поймите, у естественного человека нет силы изменяться и контролировать свое воображение. Его воображение, образы, помните, что Бог сказал тогда возле той Вавилонской башни? Бог сошел, чтобы посмотреть на весь этот беспорядок, и Он сказал, «Все, что они замыслили, все, что они представили внутри себя, эти образы, они смогут достичь этого. Поэтому мы должны принести смешение языков, иначе они разрушат все на этой земле». Потому что они настроились на то, чтобы восполнять свои нужды без Бога. И Бог провозгласил конец этому и остановил это. Но когда пришел Дух Святой, Он вернул нам то, что удалил, то есть способность говорить в Духе. Молиться на иных языках Духом Святым. И Он дал нам оружие, сильное Богом, для неспровержения замыслов и твердынь в мышлении. У обычного, естественно, человека нет этого, но когда вы приходите к этому решению в 12 главе посланий к римлянам, тогда приходит могущественная сила Божья. Во втором послании к римлянам в 10 главе это описывается так. Оружие воинствованию нашего сильное Богом на разрушение твердынь. Ими неспровергаем замыслы. У естественного человека нет этого. Он пытается без Божьей силы, пытается избавиться от этого, но, уверяя вас, его мышление сведет его с ума. Если что-то попадет в его разум, он просто не может избавиться от этого. У него нет никакой силы. Он борется с этим. Что он делает? Он идет за тем и напивается, пытается заставить свой разум замолчать, но когда он трезвеет, эта мысль опять там. Тогда он пробует наркотики, но и они не помогают. Наркотический дурман проходит, а это все еще там. Эти мысли остались в его разуме. Возьмите парня, который побывал в боевых действиях и видел то, что никакой человек не должен видеть. Он возвращается домой, он готов броситься с крыши, он в таком ужасном состоянии. Почему? Он не может контролировать мысли своего ума. Да. И это правда, когда человек пытается изменить свое поведение, вместо того, чтобы родиться свыше, он все еще остается детям дьявола. И изменения в его поведении ничего не дадут. Вам нужно родиться свыше, чтобы вы могли обличиться в новую природу. Потому что вы не можете просто изменить свое поведение и ожидать, что предстанете пред Богом, ведь вы все еще стоите перед Богом, как дитя дьявола. Вам нужно родиться свыше. Такой человек станет религиозным фанатиком и будет убивать других во имя Бога. Да. Именно. Вот откуда это приходит. И мир не понимает этого. Они просто считают, что такой человек помешан на религии. Что ж, это так. Потому что у него нет этой могущественной силы, чтобы изменить себя. Но если он не знает Бога, ему очень тяжело контролировать это. Он может не спровергать замыслы и твердыни и пленять всякое помышление в послушание Христу. И делать это в помазании Иисуса Христа. В этом большая разница. Не правда ли? В этом разница. И невозможно разобраться с этими плотскими мыслями при помощи других плотских телесных мыслей. Мысли не имеют власти над мыслями. Для этого нужно Слово Божие. Они будут наталкиваться друг на друга. Но когда у вас есть Слово Божие... Тогда Слово Божие возьмёт власть над мыслями. Это правда. Да. Да. Именно так успешные христиане достигают успеха. Потому что они приводят в действие процесс, о котором ты только что говорил. Давай обратимся туда. Я знаю, у нас осталось несколько минут. Давай откроем 2 Коринфянам 10 главу. 2 Коринфянам 10 глава. Если мы сможем разобраться в этом, то, наверное, это окажется основой многих неправильных вещей в жизни христиан. В 3 стихе сказано, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего...» Вот, здесь происходит какой-то конфликт. Воинствование. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Итак, твердыня существует в разуме. Это дом, построенный из мыслей. И когда эти мысли не согласованы со Словом Божьим, у нас, благодаря Богу, есть оружие, которое могут разрушить твердыни. Разрушить ее. Могущественная сила. Дух крепости, о котором говорится в книге Исаии. Да. Дух крепости или помазание крепости. Или способность быть сильным. Сильный способен сделать все, что угодно. Все, что угодно. Вот что значит это слово. Слово, которое здесь перевели как «сильный», значит «сверхъестественная способность достичь всего», даже если это с естественной точки зрения невозможно. И иметь этот дух крепости, силы, чтобы разрушать твердыни. Крифло, знаешь, когда некоторые члены Сената Соединенных Штатов выступили против твоего служения, моего служения и других служений, это крепко засядет в вашем разуме. Доходит до того, что кажется, как будто бы оно сидит там, и вы просто думаете, думаете об этом. Что ж, если дьявол может посеять что-то в вашем мышлении и управлять вами при помощи этого, вы начинаете принимать плохие решения. Это или разозлит вас, или испугает, или одно и другое вместе. И чем больше у вас страха, тем больше вы злитесь, и вы начинаете принимать глупые решения, и вы попадаете просто в эту ловушку. Вы не можете спать ночью, вы изнурены. Сложите все это вместе. В это время Господь научил меня говорить так. Я не думал об этом в то время. Он сказал, когда ты обращаешься к этой твердыне, не испровергаешь эти замыслы, говори так, у меня могущественная сила, и я разрушаю тебя. У меня могущественная сила. Я заметил, чем больше я делал это, тем более сильно она становилась. Я мог бы, мог бы, но мне нужно было это говорить. Я не мог бы думать об этом. Нужно говорить это. Нужно говорить это. Существует помазание на борьбу. И я верю, что это помазание для борьбы. Это дух крепости, потому что каждый раз, когда мы видим, как Давид идет в бой, на нем была именно эта сила, которая приносила им победу. Их называли храбрыми, могущественными. Он был храбрым, могущественным воином. Да, да. Я вижу эту связь. Помазание для борьбы. Но посмотрите на арену для этой борьбы. Она в разуме. Эта битва происходит в нашем уме. Обратите внимание, посмотрите на помазание, предназначенное для битвы. Это дух крепости. Итак, это место битвы, это оружие, с которым нужно идти в этот бой. И мы разрушаем эти твердыни. То, за что вы так крепко держитесь, это негативные мысли. Если они попадают сюда, и вы не знаете Слова Божьего, вы крепко держитесь за них. И именно они порождают наши привычки, именно они порождают наше зависимое поведение. Эти твердыни, которые не происходят от Божьего Слова, и без силы... Твердыни — это когда вы крепко держитесь за что-то. Это какая-то крепость. И без силы, которая приходит через Слово Божье, исходит из ваших уст, чтобы разрушить её. Ты упоминал о прилежании. Ты говорил о защите вашего ума. Вам придётся иметь это, чтобы исполнить. И эта способность крепко держаться за что-то или построить твердыню — это неплохо. Если вы не держитесь крепко за неправильные вещи. Неправильные вещи. Вот это сверит вас ума. Религия научила, что все твердыни должны быть негативными. Твердыни не должны быть негативными. Если вы крепко держитесь за правильное знание, а именно это запланировал для вас Бог, даже мозг был создан так, что если в него входит знание, он принимает его и крепко держится за него. Держится за него. Да. Да, так устроил Бог. Но с самого начала... Когда пришёл сатана, он всё исказил. Да. Но с самого начала Бог хотел, чтобы мы получали наши знания от него и крепко держались за него, потому что какой бы ни была эта твердыня, она будет противостоять всему, что пытается войти в разум и занять там место. Представьте себе, если бы с самого начала Адам получал все свои знания от Бога, вместо того, чтобы обращаться к дереву и крепко держаться за него, когда этот змей появился в саду, он обратился бы к твердыне, которая пришла от познания Слова Божьего. Не важно, что он сказал, это бы ничего не значило. Этот змей никогда бы не вернулся туда. Наше время подошло к концу. Боже мой, крепко. Мы должны сразу же вернуться к этому на следующую передачу. Мы дошли до очень сильного места. Аминь. Мы вернёмся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя. Ты так благословил нас на этих передачах. Мы учимся, и мы возрастаем, и мы поступаем по Твоему Слову, и оно изменяет ситуацию. Даже сейчас, здесь, пока мы на этой передаче, ситуация изменяется. Это происходит для нас, и мы очень благословлены. И мы воздаём Тебе всю хвалу, честь и славу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Брат Крефло, давай сразу же вернёмся к нашему разговору. Хорошо. И тогда мы подробно рассматривали механизм этого принципа и могущественную силу, которая рождается в духе человека, когда он переживает рождение свыше. И я вспомнил, как... Помнишь, Пётр сказал в своём послании, что мы рождены свыше не от тленного семени или мёртвого семени, плохого семени, но от нетленного семени, нетленного, которое не тлеет, семени, которые ты не можешь испортить, нетленное семя. Верно? Нетленного? Да. От нетленного семени. Да. Мне это нравится. Хорошо, идём дальше. От Слова Божьего живого и пребывающего вовек. От Слова Божьего живого и пребывающего вовек. И помните, в первой главе Евангелия от Иоанна написано, «И Слово стало плотью». Слово приняло на себя плоть и обитало с нами. Речь идёт об Иисусе, рождённом от Слова. С нами происходит точно такой же духовный творческий процесс, когда мы принимаем Слово Божье и через Слово принимаем решение принять Иисуса как Господа и Спасителя. Кто во Христе, тот новое творение. В послании официально написано «Созданы во Христе Иисусе». Это семя Божьего Слова высвободило веру, любовь, радость, кротость, благость, воздержание, праведность, мудрость. Любовь Божья, сила Божья, вся его сущность. Жизнь Божья, Зоя на греческом, была в этом семени, и оно высвободило всё это в ваш человеческий дух. Вы не просто прощённый грешник. Этот старый грешник умер на кресте, когда вы приняли это решение. Это новый вы, новый человек, новое творение, древнее прошло, и теперь всё новое, новое от Бога. И о чём здесь говорится? Что оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом, то есть это могущественная сила, сила Духа крепости, рождённая в вашем духе. Когда вы приняли Иисуса Господом в вашей жизни, Духа крепости, Духа могущества Божьего. И теперь у вас есть данная Богом сила контролировать свои помышления и делать выбор. И вы выбираете думать категориями Слова Божьего, думать Божьими мыслями. Смотри, что это даёт нам, Крефло. Это то Слово, которое прежде всего родило нас свыше. И это Семя, Слово, которое пересотворило наш Дух, простирается туда, ухватывается за это и высвобождает силу, чтобы не спровергать помышления. И знаешь, я только что подумал, уверенность, не оставлять упования своего, своей уверенности, потому что им предстоит великое воздаяние. Именно уверенность высвобождает этот Дух крепости. И чем больше вы обновляете свой ум Словом Божьим, вы обновляете свой ум, вы развиваете уверенность в это Слово, и вы проводите с ним время, вы развиваете уверенность в этом Слове. Именно об этом мы с тобой говорили до начала передачи, когда говорили о Смите в Вильсфорте. Он высвободил Дух крепости, потому что его разум был настолько обновлён Словом Божьим, что уверенность в этом Слове, которое было у него, высвобождало могущественную силу, которая действовала ради него. О, он совершал просто потрясающие вещи, силы Божьи. И что ж, это заложено внутри каждого рожденного свыше чада Божьего. И кто-то сказал, почему мы не видим чудес, которые совершали в библейские времена? Прежде всего, мы можем видеть эти чудеса, но нам нужно увидеть людей, у которых есть уверенность в этом слове. И у вас не будет ее, если вы обращаетесь к слову раз в месяц. Вам придется проводить время в этом слове, обновлять свой разум, пока у вас не будет тот разум, который должен быть, согласно Библии, разум помазанного и его помазания. Уверенность в это слово высвобождает дух крепости, силы. И если вы не оставите и не отбросите его, между прочим, это задание врага — заставить вас отбросить его, тогда вы получите великое воздаяние, награду, которую принесет эта сила. Знаешь, что это развивает? Это развивает Божью надежду. Да. Уверенность начинает видеть. Вы начинаете ожидать чего-то. И люди скажут, я просто не понимаю, как ты можешь ожидать такое. О да, я очень сильно ожидаю этого, потому что Слово Божье создало это будущее передо мной. И теперь моя вера и моя надежда — это ожидание. Соединились. И, уверяю вас, все начинает изменяться. Никто ничего не знал об аннулировании долгов и удалении долгов, пока об этом не начали учить. И когда ты начинаешь слушать об этом и ожидать этого, тогда ты начинаешь это видеть. Именно так это работает. Ты обращаешься к этому Слову, ты обновляешь им свой ум, ты развиваешь уверенность в него. Оно вызывает надежду, как проект для создания, и тогда оно проявляется в вашей жизни. Знаешь, Бог пообещал Израилю 50-й юбилейный год, в который происходило аннулирование долгов. Да. Юбилейный год. Этот год назывался благоприятным летом Господним. И Иисус учил об этом. Он учил бедных благословению и прочее. Перечислил весь список и сказал, «Лето Господним благоприятно». Он сказал, «Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня проповедовать лета, год Господень благоприятный». Что происходило там? «Проповедовать этот юбилейный год». Они слушали, как Он проповедует под этим помазанием. Они начали ожидать этот юбилей, юбилейный год. «О, Крефла, мы выйдем из долгов. Крефла, наше имущество вернется к нам». Не какое-то правительство вернет его мне, нет. Это записано в Слове Божьем. И они все пребывали в ожиданиях. И дальше Иисус сказал, «Послушайте, Я ваш юбилей. Я уже здесь». Да. Бедные, вам больше не нужно оставаться бедными. Да. Больные, вам больше не нужно оставаться больными. Все, кто в долгах и обременен, вам не нужно быть обремененными. Придите ко Мне. Я дам вам мир и покой. Да. Я даю вам мир и покой. Эта надежда была перед ними, и это возгрело их веру. И знаешь, что еще связано с силой? Мудрость. Очень часто мы видим мудрость и силу вместе. Иисус действовал в мудрости и силе. Уверяю вас, все, что нам нужно, находится в этом Слове. Да. Если мы будем обновлять наш разум, мы получим полноту преимущества от того, что наш рожденный, свыше Дух, хочет произвести в нашей жизни. Наш духовный человек будет работать через нашу душу. Наша душа работает через наше тело. Мы должны привести в порядок вот это звено, чтобы оно не препятствовало силам, которыми мы владеем в нашем Духе. Позволь спросить у тебя. Это верно, что необузданное, необученное тело и необновленный ум будут буквально загонять в тюрьму рожденный свыше Дух? Да. Он не может выразить себя, высказать. Да. Не может. Слово Божие не работает в мышлении. Это связующее звено между плотью и телом, где находится душа настолько слабо. Оно постоянно подводит. И духовный человек взывает, чтобы его питали Словом Божьим. В нем есть вера, надежда и любовь. Духовный человек пытается проявить себя. И любовь Божия злилась в мое сердце Духом Святым, но ее не задействуют. Это ужасно, не так ли? Да. Это ужасно. Да. Ведь здесь находится всякое помазание. Вы были благословлены всяким духовным благословением на небесах. Вам даровано все потребное для жизни и благочестия. Если вы не будете обновлять этот ум, однажды вы поймете, что все, чего вы желали или в чем нуждались в своей жизни, вы носили с собой. У вас это было. Было здесь. Но поскольку мы не обновляли наш ум, поскольку мы не испровергали эти твердыни, поскольку мы получали наши знания из других источников, а не от Бога, это держало в тюрьме всю славу и все благословения и все помазания и способности. Все, что дал нам Бог, содержалось в тюрьме под замком. Задумайтесь, что мы сделали, когда я говорю «мы», я имею в виду церковь, на протяжении ее истории. Задумайтесь, что мы сделали в отношении бедности. И дело было не в том, что церковь проповедовала бедность, а в том, что этот мир проповедовал бедность и это проникло в церковь. Именно таким образом. Я молился за эту ситуацию, которая возникла в сфере здравоохранения. Все эти дебаты и то, что государство взяло на себя ответственность в этих вопросах. Неожиданно они стали Богом нашего здоровья. И все такое, понимаете? Я размышлял об этом. Я сказал «Господь, поведи меня назад. Где же произошел этот перелом?» И он сказал «Все, что происходит в таких случаях, окажется у ног церкви». Потому что церковь отдала свою твердыню, хорошую твердыню, и вместо этого приняла их неправильную твердыню. Он сказал «Когда церковь прекратила проповедовать об исцелении». И вместо этого начала строить больницы. Тогда они начали нанимать докторов и медсестер, и медперсонал, которые не знали Бога и не почитали Бога. Практиковать медицину в церкви – это больница. И Бог сказал, «И за какое-то время эти уступки в конце концов дошли до того, что они отдали все в руки государства, которое не обращается к Богу в вопросах своих ресурсов, а все больше и больше скатывается в социалистические идеи, которые, по сути, состоят в том, что человек хочет восполнять все свои нужды без Бога. То есть человеку Бог не нужен в этой социалистической идее. И так это превратилось в национализированную систему здравоохранения». И Бог сказал, «Это просто проявление проклятия, которое продолжает действовать». Но… И Бог продолжил. «Но все это прослеживается и ведет к тому месту, когда церковь прекратила проповедовать исцеление и начал обращаться к мирским путям, к мирскому образу мышления, и это привело к неразберихе». То же самое касается бедности. Любой сфер общества, когда вы прекращаете принимать Божью заботу об этом, вы запутываетесь. И вы создаете твердыню, которая не сообразована со Словом Божьим. И эта твердыня не обязательно должна быть негативной. Именно к этому я веду. Но если это негативная твердыня, вот как с ней надо разобраться. Вы разбираетесь с ней при помощи этого оружия, нашего воинствования. Это оружие, верно? Нам дали оружие более сильное, чем твердыню. У нас есть оружие, которое может победить эту ситуацию. Наше оружие, которое нам дано, оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом. Они будут разрушать эту твердыню. И далее, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Я хотел бы рассмотреть этот аспект твердыни. Мой мозг, я верю, был создан Богом таким образом, что когда в него поступает знание, он ухватывается и крепко держится за него. И в этом опасность. Когда вы берёте своего ребёнка и отдаёте его в Мирской университет, вы возведёте твердыню. И в результате вы получаете 4 года твердынь. Когда они приедут домой и придут в церковь, и мы начнём проповедовать познание Божьего Слова, что получается? Познание Божьего Слова теперь выступает против твердыни, которую вы получили благодаря мирскому гуманизму. И мы говорим, «Обновляйте свой ум Словом Божьим». А вы возражаете, «Нет, вот моё образование». И тогда вам приходится делать вот так, потому что вы крепко держитесь за это. И вам приходится делать это. И вы крепко держитесь за это. К этому времени твердыня уже обрелась им. Теперь она создаёт привычки, которые, в свою очередь, вызывают зависимость, которые, в свою очередь, порождают в вашей жизни волю дьявола, а не волю Божьей. Плохие решения, плохой выбор. Плохие решения, плохой выбор, плохой характер. Всё это приходит вместе. Как же всё это началось? Откуда это пришло? Если вы обратитесь ко второй главе книги «Бытие», и в книге «Бытие», во второй главе мы рассмотрим, что должно было произойти в саду, но не произошло. Это причина, почему нам вручили это оружие для борьбы против этих негативных твердынь. в книге «Бытие», в 2 главе, в 16 стихе написано, «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева...» Вот что привлекло моё внимание. Древо познания. Древо познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь, или будешь отделён от Отца и Его обеспечения. В Библии написано, что человек с плотским разумом войдёт в смерть. Мы видели богатого юношу. Он отделился от жизни из-за твердыни. Он встал и вошёл в смерть. Хорошо, дальше. Вот этот человек, он получил познание от дерева, а этот получает познание от Бога. И Бог просто сказал, «Не прикасайтесь к этому дереву. Всё, что вы захотите узнать, я дам вам. Я общаюсь с вами в саду. Я говорю вам всё, что вам нужно знать. Вот полнота Божьего намерения. Всё же познание будет приходить от меня». Вот в чём состояла ложь дьявола. Бог не хочет, чтобы вы знали. Он хотел, чтобы они подумали, что они что-то упустили. Да, да. Вам придётся добывать его отсюда, потому что Бог на самом деле не хочет, чтобы вы знали. И что произошло? Он приходит и спрашивает, «Знаете что? Вы можете получать знания от дерева». Смотрите дальше. В тот день, когда вы выбираете получать своё знание из другого источника, а не от Бога, именно тогда вы будете отделены от знания, которые приходят от Бога. О, да. Они приняли решение, «Теперь мы будем получать знания от этого дерева». До этого времени они получали своё знание от Бога. Если бы они захотели узнать о добре и зле, им нужно было всего лишь спросить у отца. Он бы объяснил им, дал бы им познание о добре и зле. Он планировал это сделать. Да. Он и так планировал это сделать. Но они сделали выбор получать своё знание из другого источника. Когда они это сделали, произошло отделение. Разве не то же самое происходит сейчас в обществе? Когда мы выбираем получать наше познание из разных ток-шоу, когда мы выбираем получать наше познание из средств массовой информации, от обстоятельств и ситуаций в мире, мы больше не получаем наше знание от Бога. И что происходит? Мы отделены от обеспечения, в котором мы бы действовали. И нам придётся прожить почти всю жизнь, если вы не используете это оружие, чтобы узнать, что вас обманули. Вас обвели вокруг пальца. Никакого обеспечения так и не пришло. Вы разорены, отброшены, потому что вы отделились от обеспечения, которое приходит от Бога. Как дьявол отделяет нас? Он отделяет нас, давая нам знания, за которое вы крепко держитесь. И это знание приходит от врага, и вы крепко держитесь за него. И когда теперь мы проповедуем Слово Божие, вот почему Слово Божие так сильно. Нет ничего подобного Слову Божьему, которое исходит из уст помазанного проповедника. И именно оно может одержать победу в битве в разуме человека и вернуть его обратно в сад, в его обеспечение. В то положение, где Бог хочет общаться с ним. И вот в чём суть этой твердыни, когда вы крепко держитесь за это знание. Послание к Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава, 20 стих. Давайте начнём с 22 стиха и прочитаем до 24. В 22 стихе сказано, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Он собирается показать нам, как разобраться с этой твердыней, обновиться духом ума вашего. Я всем своим сердцем верю, что дух ума человека — это его подсознание. Приведу вам пример. С вами бывает такое, что вы выезжаете из дому, и вы не осознаёте всё, что вы делаете, пока не приедете туда, куда надо. Вы всё сделали правильно. Вы остановились, вы посмотрели, прислушались, пропустили кого-то, но в своём сознании вы думали о других вещах и делали другие вещи. Или, например, вы учитесь водить машину при помощи сцепления. Вам нужно сознательно думать о том, как нажимать на педаль. Но когда вы научились этому, вы выработали привычку. Вы делаете это, не задумываясь. Та часть, которая может делать что-либо, когда вы не осознаёте это, та часть, которая может исполнять что-то, это подсознательная часть, которая может действовать согласно тому, чему её обучили, и привычкам. И это дух вашего ума, на который вы потратили столько времени, повторяя это снова, снова и снова. Вы просто не думаете об этом в сознательном уме. Но вы передвинулись в дух своего ума, глубоко, в своём подсознании. Вы обновили его так, что теперь я прощаю, не задумываясь об этом сознательно, потому что я обучил себя прощению. Я настроил свою волю, чтобы прощать снова, снова, снова и снова. Знаешь, Крефло, недавно я смотрел кое-что по телевизору, и там сказали кое-что, что сделал один политик, что он сказал. И это сначала удивило и разозлило меня, аж до того, что мне хотелось драться. Уверяю вас, он сегодня даже не подозревает, как Бог защитил его. Скажу вам, это меня разозлило. Но вместо того, чтобы проклинать его, я сразу же встал, отошёл подальше от телевизора, и вот что вышло из моих уст. Господь, я прощаю его. Мне не хочется этого делать, но я прощаю. Я прощаю это ему, потому что ты, Господь, сказал простить ему это. Знаете, я даже не думал об этом сознательно. Я просто сделал это, но это происходит именно благодаря обучению и обновлению мышления. И мои уста сделали свою работу. Моё мышление сразу же изменилось. Я сказал, нет, мне не стоит впускать это в себя. И я сразу же принял решение и сказал, слух Господь, я отделяю себя от этого беспорядка, пришедшего через телевидение. Мне вообще не стоило впутываться в это. Видите ли, если вы не обновляете свой ум до самого духа, вашего ума, тогда что произойдёт? Вы примите посвящение остановить что-то или, возможно, начать делать что-то. Но это будет поверхностным. И поскольку вы не изменили это, это теперь будет вашим врагом. Именно ваш дух, вашего необновленного ума будет причиной, почему вы не можете это исполнить, когда вы постоянно думаете сознательно о том, что делаете что-то. Разве вы не знаете, что он вспоминал этих исполинов, которых он видел 40 лет тому назад? И Бог сказал, нет, не думай об этом. Лучше размышляй над моим словом день и ночь. Наше время подошло к концу. Хорошо. Завтра нам нужно сразу же продолжить дальше с этого момента, потому что мы подошли к механизму действия этого принципа. И если вы не углубитесь в него, вы будете скользить по поверхности и не получите настоящих результатов. настоящих, действенных результатов. Да. Итак, не уходите, мы с братом Крефла вернемся через минуту. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд. Мы чудесно проводим здесь время и скажу вам, мы углубляемся в очень-очень важную информацию. Важную информацию от Бога. Итак, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь Дух нашего ума в то время, как мы прислушиваемся к Твоему Святому Духу. И учишь нас, показываешь, как, когда и где ходить в Духе, не исполняя вожделение плоти, и не ходить, как куча слепых во тьме, но ходить с Богом, имея ответы на все проблемы, в которых мир находит себя сейчас. И быть способными послужить им, Ты можешь послужить им через нас и быть нашим источником. Да. Слава Богу. Крефла, есть несколько вещей, которые я хочу соединить вместе. Вчера мы закончили на 4-й главе послания к Ефесянам, и ты говорил о том, чтобы мы могли обновляться Духом нашего ума. То есть, речь о подсознании, той части разума, где вам не приходится сознательно размышлять о чем-то. Есть такие вещи, которые вы делаете, и в то же самое время ваше сознание не касается их. Но что-то работает над ними. Это не просто что-то несуществующее. Ваш дух превосходит ваш мозг. Придерживаясь этого, давай вернемся к 10-й главе 2-го послания к Коринфянам. Здесь есть что-то характерное, когда он сказал, и мы рассматриваем оружие воинства нашего, как сказано, оружие воинства нашего не плотские. Они не от естественного ума. Если бы это было не так, можно было бы поставить знак равенства здесь. Но это не так, потому что разум, плотская часть вас, вот в чем проблема. Необновленный разум. Итак, у нас есть оружие сильные. У нас могущественная сила. Сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Урожденного свыше чада Божьего. Есть такая сила в его возрожденном духе. И дух разума можно научить или обучить в Слове Божьем настолько, что он сможет контролировать свои помышления. Мир не может контролировать свои помышления. Именно здесь создаются помышления. Вот здесь. Да. Это Вавилонская башня. Вот что побуждало их. Вот здесь. В этой части подсознания. Их помышления развивались вот здесь. О, да. И Бог сказал, что они смогут исполнить все, что они замыслили. Поэтому Бог приостановил их деятельность и принес смешение языков. И у них больше не было силы контролировать свои помышления. Да. Но теперь Бог говорит, что у нас есть эта сила. И Он говорит, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Или против того, что вы знаете от Бога. Знаешь, брат Коппан, что это за превозношение? Это знание, которому все стремятся в обществе. Они превозносят Его и говорят, вот что вы должны делать. А вот... Я не хочу ничего слышать об этом. Да, да. Да. А вот что тебе нужно делать здесь. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Есть определенный способ, как мы можем это делать. И я верю, что именно к этому Господь ведет нас сегодня на этой передаче. Сейчас посмотрите следующий стих. И готовы наказать всякое непослушание. Все непослушные мысли. Итак, стойте наготове и будьте бдительны. Вы создаете новую твердыню. И вы крепко держитесь за то, что говорит Слово Божье. Вы создаете твердыню Божьего Слова. Тут приходит какая-то мысль и говорит, да, но это не сработает в этот раз. Тебе придется делать вот так. Что вы делаете? Вы печетесь о плоти, вы снова пытаетесь следовать этому плосковому мышлению? Нет, я не пойду этой дороге. Хорошо, седьмой стих. На личность ли смотрите? Вы позволяете тому, что вы видите своими плоскими глазами и своим плоским умом указывать вам, о чем вам думать? Откуда вы берете свои мысли? Вы чувствуете себя больным? Значит ли это, что вы больны? Вам кажется, что Бог вас не слышит? Значит ли это, что Он не слышит? Или вы видите, что экономика летит в пропасть? Значит ли это, что и ваша экономика летит туда же? Так вы формируете свое мышление согласно тому, что видите. Вы смотрите на внешние проявления и в 99% случаев вы ошибетесь. А когда вы окажетесь правы, это будет случайностью. Вы не будете знать, как у вас это получилось и не сможете повторить это. Знаете, наши пять органов чувств были даны нам для того, чтобы защищать нас, пока мы живем в этом физическом теле. Хорошо. Они не были предназначены становиться учителем, давать нам знания, в котором мы нуждаемся для жизни. Хорошо сказано. Прежде всего, они не должны были давать нам знания. Да. Но что произошло? Общество разрешило своим органам чувств и тому, что они могут видеть, к чему они могут прикоснуться. И теперь они делают то, к чему никогда не были предназначены. Когда вы не понимаете предназначения чего-то, неминуемым будет злоупотребление. И когда вы не понимаете предназначения своих органов чувств, своих врат глаз, своих ушей, своих органов осязания, вкуса, когда вы не понимаете этого, вы будете позволять им полностью управлять тем, чем должно управлять Слово Божье. И вот снова вы пытаетесь получить знания из другого источника, а не из Слова Божьего. И хотя вы можете видеть что-то, это не тот источник, который должен определять твердыню Божьего Слова в вашей жизни. Это всё равно должно исходить из Слова Божьего. Итак, вопрос. На Личность ли смотрите? На внешний вид? Вы позволяете этому стать источником, из которого вы собираете Знания? Или вы позволяете Знанию, которое исходит из моего Слова, влиять на ваше сознание, опускаясь в ваше подсознание? Это очень тонкая линия, где Дух, рождённый свыше и снаряжённый, давать вам жизнь с избытком в каждой сфере вашей жизни, встречается с Духом вашего ума. Я верю, именно поэтому его называют Духом ума, потому что именно здесь... Именно здесь они сходятся? Да, именно здесь они встречаются. Именно здесь ваша душа и ваш дух начинают обмениваться информацией. Да, да. И ваш дух говорит, вот как ты должен видеть это, вот как ты должен думать об этом, потому что Слово Божие говорит так и так. И ваша душа отвечает, да, но я увидела. И ваш дух говорит, не важно, что ты видела там. Помнишь, что говорит Слово Божие? О, да, я это помню. И вот я делаю свой выбор. И это снова переносит меня к обновлению моего ума. Посмотрите. Неоднократному обновлению, но продолжая обучаться в обновлении своего ума, и когда я продолжаю обучаться в этом, я открываю свою жизнь для сил своего рожденного свыше духа, чтобы они пришли через этот обновленный дух ума в этот физический мир. В этот физический мир. Теперь они работают в унисон. Да. Знаешь, я вспоминаю одну ситуацию. В тот момент я чувствовал очень сильную боль, и я просто вопил. Вопил. Фактически, я даже не задумывался об этом. Я просто вопил. Сколько я еще буду терпеть эту боль, прежде чем ты исцелишь меня? И я знал, что здесь что-то неправильно, когда произнес эти слова. Я вернулся к этому плотскому образу мышления. Иисус понес мою боль на кресте. Вопрос был не в том, «Исцелит ли он меня?» Вопрос был в том, «Приму ли я то, что уже принадлежит мне в Иисусе?» И вот этот процесс изменения ума с «когда же он сделает это?» на «он уже сделал это, и я сейчас принимаю». Вот здесь работают два разных образа мышления. И когда я сказал это, «Уверяю вас, Слово Божие дало мне пощечину». И он сказал, «А когда ты дашь мне то, с чем я могу работать?» «Когда ты заставишь свои уста работать на пользу мне, а не против меня?» Я сказал, «Бог, прости меня!» «О, Боже, прости меня!» Я снова привел свои уста в действие, в соответствии со Словом Божьим. Боль, недостаток, сильное давление, которое приходит из этой мирской системы, приходит из-за болезней, недугов и боли, неприятных, травмирующих происшествий. Когда банк отбирает у вас ваш дом, и другие подобные вещи происходят, это оказывает на вас такое давление, что вы можете износить себя, если будете думать об этом постоянно. И если вы не питаетесь Словом Божьим постоянно, и не назидаете свою веру, не укрепляетесь все время духовно, вы просто потонете в этом, в этих негативных обстоятельствах. Ваш разум займет главенствующее положение над вашим Духом, и тогда он начнет порождать те вещи, о которых он узнал из этой мирской системы. Вам нужно поставить свой разум на свое место. Не спровергнуть эти помышления. Я вижу цель врага в том, что ты сказал. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Не тверд. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Итак, его цель. Мне нужно создать образ мышления, который противоречит мышлению Слова Божьего, чтобы остановить этот процесс, который он родил в своем Духе, и не дать ему исполниться. И тогда вера падает лицом в грязь. И когда это происходит, человек теряет надежду. Восклицает что-то неумное, например. Я же знал лучше. Подумайте, мы упомянули уже эту первую главу книги Иисуса Навина. Представьте себе, Иисус Навин. Человек, который перешел через Иордан. Они не знали, что увидят, когда попадут туда, в ту землю. И вот вся эта компания мужчин, 12 человек, которых послали туда разведать землю, он и Халев были единственными двумя разведчиками, которые вернулись назад и приняли решение. Бог сказал, что она принадлежит нам. Бог сказал, что мы можем взять эту землю, и мы собираемся взять ее. Не важно, что там живут эти исполины, рослые люди, или что там. Заметьте, остальные уступили тому, что они увидели. Но смотрите. Дальше. Не важно, если это займет потом 40 лет. Иисус Навин видел тогда те укрепленные города, он видел этих больших, рослых людей, их оружие и все такое. Он видел это в своем разуме. В своем представлении, народ израильский видел себя значительно хуже тех людей. Но вот прошло много лет, 40 лет, и Иисусу Навин нужно перейти через Иордан и повести армию в битву с этими исполинами. Он не был там еще с тех пор. И это единственная картина в его разуме, последнее, что он там видел. Тогда, 40 лет назад, он видел эти огромные стены, огромных людей, их оружие. И с годами ваше мышление искажается. Но неожиданно все это возвращается в ее разум. И смотрите, что же Бог сказал ему делать в этой ситуации? Он бы мог сказать ему, «Ну, Иисус, тебе нужно молиться об этом всю ночь». Бог мог бы сказать, «Иисус Навин, тебе нужно молиться». Тебе нужно, тебе нужно. И все такое прочее. Но, что же на самом деле сказал Бог Иисусу Навину тогда? Он сказал, «Сын мой, размышляй» «Над моим словом». «Над моим словом день и ночь». Сфокусируй себя на моем слове. Сосредоточь свой разум на этом. Контролируй свои мысли. И дальше в книге притчи написано, «Чтобы оно, слово, не отходило от твоих глаз». Храни его внутри сердца своего, потому что они же из-за того, кто находит его, для тех, кто разрешает ему изменять их мышление. Иисус сказал... Давайте откроем Евангелие от Матфея. Иисус говорил об этом. И именно такой ответ «Он дал мне в 15-й, или, извините, в 13-й главе Евангелия от Матфея, когда я тогда взывал к нему, «Сколько, сколько же мне еще придется терпеть эту боль, прежде чем ты решишь исцелить меня?» Я не знал, что не стоит так говорить. Но я позволил этому выйти из моих уст. Почему? Я позволил этой мысли пребывать во мне достаточно долго. И она слетела с моих уст. Это опасно, когда уста начинает говорить такие вещи. И посмотрите, что Иисус сказал в 15-м стихе в Евангелии от Матфея, в 13-й главе. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и глаза свои сомкнули, да не увидят». В любое время. «Сколько еще, Господи?» В любое время. «Да не увидят своими глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Но посмотрите, и вы увидите, «да не обратятся, чем при помощи чего?» Спустимся дальше, 19-й стих. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве Божьем». Послушайте меня внимательно. Вы слушайте, что он сказал здесь. «Дабы в любое время», 15-й стих. «Дабы в любое время не увидели глазами, и не услышали ушами, и не уразумели сердцем, и да не обратились». Когда вы позволяете Слово о Царстве Божьем изменять ваше мышление, преобразовывать ваше мышление, преобразовывать ваши слова, ваше поведение, вот эта фраза, «Я исцелю вас» в любое время. «В любое время, когда вы это сделаете». Хорошо. Итак, что Бог сказал Иисусу Намину? «Размышляй над Моим Словом день и ночь». Сосредоточь на Нем свой разум, и тогда ты сможешь исполнить Мою волю. Ты увидишь, как исполнить все написанное в этой книге. Ты попадешь туда, и у тебя не будет страха перед этими гигантскими воинами. Слово Божье в твоем разуме и в твоих устах. Ты направляешься в ту землю, которая уже принадлежит тебе. Да. И они стали для тебя саранчой. Да. А ты стал исполином. Вот что изменяется. Да. Дух ума. Да. И доходит до того, что мне уже не важно. Что ты видишь, что происходит вокруг тебя. Именно так это доходит до тебя. Именно. Не важно, что увидел Иисус Навин воочию. Он видел что-то вот здесь, в Слове. Да. Я начал видеть себя таким задолго до того, как это проявилось. Исцеление. Исцеленным. Я уже имел это. Я уже воскресал три месяца тому назад. А когда это придет... Хвала Богу. Это лишь вопрос процесса веры. Хвала Богу. Потому что я верю, что все это начинает создаваться. И мне кажется, мы называли это внутренним образом завета. Внутренний образ. Да. По существу, это самая сильная вещь, к познанию которой может прийти человек. Когда вы понимаете процесс и механику силы приобретения внутреннего образа, вас невозможно победить. Когда вы владеете внутренним образом Божьего обетования, вы становитесь почти что неодолимыми. потому что вы несете с собой такую силу, которая будет удалять бремена и иго, что пытается помешать этому исполнится. Это настоящая библейская надежда. О, Боже, это сильно. Посмотрите, посмотрите в послание к римлянам. Посмотрите быстренько. Только несколько недель тому назад я сидел за своим столом и размышлял над Словом Божьим. Размышлял над Словом Божьим. Я слушал твои проповеди, ты проповедовал мне. Слушал Кейт Мура, он проповедовал мне, и другие тоже проповедовали мне. Я сидел там и назидал себя, назидал. И я выключил запись проповеди, и вдруг я увидел не там, я увидел это здесь. Этот образ становился все больше, больше и больше, пока... О, откройте послание к римлянам. Я просто выделил это местописание маркером. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих. Римлянам, 15-13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Духа Святого. О, Боже мой, я просто не могу усидеть на месте. Я счастлив от того, о чем проповедую. Слава Богу. И когда вы вникаете в это, вы входите в такое состояние, в котором мы пребываем прямо сейчас. Это самое близкое состояние к небесам, пока вы не перейдете через Духовное И задание врага не дать этому всему произойти, чтобы это не открылось вам. И тогда он будет сталкиваться с этим, ему не хочется ничего такого. Нет, именно тогда он убегает от вас. Итак, битва в разуме. Да. Она предназначена остановить весь процесс, о котором ты говорил. Как он собирается это сделать? Уводить вас в сторону от Слова Божьего. Не настраивать ваш разум в согласии со Словом Божьим, настраивать его в согласии с газетами, настраивать его в согласии с чем-то другим, что не сообразуется со Словом, только не со Словом Божьим. Вот что ему нужно сделать. Ему нужно попытаться дискредитировать проповедника в Евангелии, дискредитировать проповедь самого Слова. И он дискредитирует Божье Слово, когда пытается дискредитировать людей, проповедующих Божье Слово. Но что происходит? Когда он делает попытки дискредитировать того, кто обновлён в своём уме Словом Божьим, это не сработает. Потому что даже тогда, когда он пытается дискредитировать проповедников, то, чем он обновил свой ум, приносит доказательства, что Слово действительно срабатывает, И все заканчивается тем, что он обнаруживает свою глупую сущность. Знаешь, брат Тейл Осборн сказал мне это много лет тому назад. Он был одним из самых выдающихся евангелистов мира. Да. Привел Господу миллионы, миллионы душ. Целые страны были изменены Евангелием. И он сказал, никогда не забывай об этом. Проповедник — лучший друг, который только может быть у человека, занимающего начальствующую позицию. Я спросил, почему брат Осборн? Он ответил, задумайся над этим. Только помазанный Словом Божьим проповедник может прийти и изменить плохих людей на хороших. Изменить бедных в богатых. Изменить людей, погрязших в этой мирской системе, в людей, которые укоренены в системе Царства Божьего. И он единственный, кто способен это сделать. Помазанный проповедник. Он нарисовал картину того, что Бог вложил в служение для усовершенствования святых на дело служения. Вот в чем суть. И для того, чтобы любая страна вернулась к порядку и начала преуспевать как производящая, а не потребляющая, нужно Слово Божье, которое исходит из уст проповедников, которых почитают люди в правительстве и которые говорят, «Знаешь что? Я сделал всё, что, как мне казалось, следовало, и ничего не сработало. Но Бог послал мне пророка, послал мне человека со словом «устах», чтобы я исполнил его». Уверяю вас, как только кто-то сделает это, они откроют богатство Эдемского сада, которое Бог хочет вернуть в нашу жизнь. Крефла Бог может изменить всё. Да, Он изменит. В одну секунду. Для Него это не тяжело. И Он это сделает, да? Он готов. Всё это время. И когда мы, как Божий народ, берём это Слово и начинаем размышлять над Ним, вы смотрите на это Слово и говорите, «Хорошо, Его ранами я был исцелён». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Теперь, когда я исполнен радостью, миром и обогащён силой Духа Святого, как это изменяет мою жизнь? Что это будет означать для меня завтра? Это размышления над этим Словом Божьим. Наше время снова подошло к концу. А я только что завёлся. Что ж, мы начнём с этого завтра. Начнём с этого. Да. Аминь. Мы вернёмся через минуту. Я Кеннет Копланд. И мы должны предоставить свободу Слово Крефлу Доллару. Слава Богу. Мы счастливы от того, о чём проповедуем, верно? Да, конечно, да. И я очень рад от этого. Отец, мы просто прославляем Тебя и благодарим Тебя сегодня. Мы воздаём Тебе хвалу, и мы благословляем имя Иисуса. Ты самый главный источник. Ты наш источник. Существует только один источник, и Ты, Господь, этот источник. У Тебя может быть много каналов, и Твоё распределение приходит через разные каналы, через разные жизни и служения. Но Ты источник, а мы сыновья источника. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Да. Аминь. 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 Крефла, мы говорим об обновлении ума. Душа. У людей бытовало такое представление, что душа и дух — это одно и то же, то есть взаимозаменяемые понятия. Это не так, потому что в Писании сказано, что «Бог мира даосвятит вас во всей полноте, во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело». Душа обитает в духе. И ей приходится использовать мозг. Физический мозг — это не ум, не разум. Да. Ум — это составная часть души. Ум, воля и эмоции — все это составные части вашей души. Но послушайте, не душа человека рождается свыше. Дух рождается свыше. Дух пересотворяется. Заново. А вот душу нужно обновлять. Именно об этом обновлении мы и говорим. И вот место Писания. Я верю, что Господь хочет, чтобы ты пролил на Него сегодня свет. Первая глава послания Якова. 22 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите». Примите его. Примите в кротости. Не спорьте со Словом Божьим. Смиритесь перед Ним и говорите. «Да, это Слово Божье, и я принимаю его. Я размышляю над Ним». Именно об этом мы говорили все это время. В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышите ли только. Итак, «могущее спасти ваши души». Я слышал, как люди проповедуют об этом, что «как будто вы рождаетесь выше здесь». Но тут речь идет совсем не об этом, речь об обновлении мышления. Обновление ума. Это Слово Божье, которое передается... Нет. Насаждаются. Здесь есть небольшая разница. Передать Слово — это одно, а «насадить» — это Слово... «насадить». Да. Значит, что оно пускает корни. Корни, да. Пускает корни. Пускает корни. О, да. Да. Потому что мы планируем, что оно будет расти из этого корня и приносить плод в жизни человека. Если это должно произойти, его нужно посадить, укоренить, чтобы оно могло принести плод в жизни человека. И это ваша душа, это ваш ум, ваша воля, ваши эмоции вот здесь. И теперь вам придется... Что он говорит здесь? Что я вижу здесь? Невозможно быть исполнителем Слова Божьего без обновления вашего ума. Нужно принять решение, что это Слово Божье, прежде чем вы сможете стать его исполнителем. Как я могу это сделать? Знаете, вы слышите, люди говорят, «Мне скучно приходить в церковь, мне скучно читать Библию». Обновление вашего ума не должно останавливаться. Вы должны обновлять свой ум, чтобы исполнить то, к чему ваш ум обновлен. Вы настраиваете, заводите свой будильник, чтобы он мог прозвенеть. Вы настраиваете свой ум Словом Божьим, чтобы вы могли в самом деле исполнить мышление, которое вы получили, и Слова Божьего. Некоторым из вас скучно, потому что вы не исполняете Слово. Потому что, когда вы начинаете исполнять то, что вы слышите в церкви, то, что вы читаете, чем вы обновляете свой ум, вам не будет скучно. Я слышал... Кстати, я слышал, как об этом проповедовал брат Кейт Мур. И это воодушевило меня. Кейт Мур говорил о скуке. Он сказал, что если любой верующий, любое чадо Божие, находит, что ему очень скучно, значит, всегда есть то, к чему Бог призвал вас, и вы не делаете этого, иначе вам не было бы скучно из-за этого. Всегда есть то, что вы должны исполнить. Кем вы должны быть? Именно об этом ты говоришь, верно? Да, но если вы не обновляете свой ум, вы не откроете волю Божью. Вы даже не знаете, что вы должны делать. И мы не говорим о том, что «вот, я обновил свой ум в прошлом месяце, но больше я не буду его обновлять». Мы говорим об этом процессе обновления вашего ума, потому что вы можете вернуться к этой несчастной жизни, если прекратите обновлять свой ум. И я думаю, что мы пытались... Нет, я знаю, мы пытались убедить людей на протяжении последних нескольких недель, что не может быть прогресса или не может быть успеха в христианской жизни. Не может быть никакого христианского прогресса или успеха без обновления вашего ума. О, это открылось в моем духе точно так, как ты сказал. «Все неудачи христиан – это неудачи в молитве. Все неудачи христиан – это неудачи в любви Божьей. Все неудачи христиан – это неудачи веры. Не потому, что кто-то что-то сделал вам. Неудачи можно классифицировать по этим категориям. Но послушайте, без обновленного ума вы не знаете, как молиться. Без обновленного ума вы будете молиться о том, что приходит из этой мирской системы, вместо того, чтобы молиться тем, что приходит из Слова Божьего». Знаешь, вот прекрасный пример. Была одна церковь, в которой собрались долго поститься. И их спросили, «О чем ваш пост?» «Ну, мы постимся и молимся, чтобы Бог принял меры». Я ответил, «Но Бог уже принял меры». Смотрите, они пытаются что-то сделать, чтобы Бог действовал, вместо того, чтобы обновить свой разум в том, что Бог уже всё сделал. Они могут потратить следующие 20 лет на посты и молитву, чтобы Бог что-то сделал, не обновляя свой разум. Но Бог уже всё сделал. И знаете, это не верие, когда вы заставляете Бога делать то, что Он уже сделал. Он уже сделал. Или когда человек молится и просит Бога дать ему веру. Она уже здесь. Она уже дана. Но вы просите и не принимаете, потому что просите неправильно. Вот что происходит. Да. Не так ли? Да. И для этого требуется обновление ума. И когда они сказали тебе это, твой будильник изменил. Это неправильно. Это не то, что говорит Слово Божье. Хотя звучит хорошо. О, мы молимся, чтобы Бог начал действовать. Я слышал, как однажды брат Хейген сказал. Одни люди позвонили ему и сказали, брат Хейген, нам нужно, чтобы вы приехали к нам. Зачем? Мы будем молиться всю ночь. Мы хотим, чтобы вы приехали молиться с нами. Он ответил, подождите минутку. Вообще-то вам нужно сказать мне, о чем мы будем молиться, как мы будем молиться об этом, прежде чем я решу пропускать из-за вас свой сон или нет. Когда они сказали ему, он узнал, в чем дело, он ответил, нет смысла молиться об этом всю ночь. Об этом написано в Слове Божьем. Да, но мы собирались молиться всю ночь. Он ответил, нет, вам не нужно молиться об этом всю ночь. Вы могли бы всю ночь прославлять за это Бога. Это другая вещь. Но предложение звучало неплохо. Да, да. Молиться всю ночь. Они захотели это сделать. Это потому, что они не осознавали, что Слово Божье уже сказало об этом. И сейчас мы в таком состоянии, когда христиане особенно должны принять ответственность на себя за обновление своего ума, чтобы они смогли отличать правильный совет, когда услышат его, от неправильного. И мы говорили о том, что в первом псалме написано, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Не ходит на совет нечестивых. Давайте откроем это местописание и прочитаем его. Это никого не должно шокировать. Да. Знаете? Однако вот в чем дело. Что нечестивый может посоветовать мне? Что? Да, однако люди считают, что совет благочестивый, потому что он звучит хорошо. Я помню, как это сильно удивило меня. Я только принял спасение, когда услышал это, и меня это просто ошеломило. Я услышал, как один преподаватель рассказывал моему другу. Я слышал их разговор о том, что один человек преподавал у них Библию в их семинарии, в библейской семинарии. И тот спросил, «Вы имеете в виду доктора такого-то?» «Да». «Того, кто приехал?» «Да». «Он преподает в вашей библейской семинарии?» И тот ответил, «Да». «Вы что, не знаете, что он атеист?» «О, да», — сказал он, «мы знаем, что он атеист, но он так знает Библию». И вот я стою. Я принял спасение только месяц назад, и я думаю, «Я умнее их». Первое, о чем я подумал, что я не хочу изучать Библию под предводительством человека, который не верит в то, что Бог существует. «Да». «Да». «Если это не хождение на совет нечестивых, то тогда это самый крайний пример, но если углубиться и рассмотреть глубже некоторые сферы, это глупо. Как и тогда, когда вы находите корень совета, который принимаете от того, кто не знает Бога». Проповедники должны понимать, насколько важно постоянно обновлять свой ум в Словом Божьем, а не зацикливаться на том, что они получили 15-20 лет тому назад. Постоянно совершенствоваться в этом. Есть вещи, о которых я проповедовал 20 с лишним лет тому назад, и теперь я получил новый свет на них. Потому что я постоянно обновляю свой ум. Как говорит это место Писания, когда вы ходите в свете Божьем, он становится ярче и ярче. Да. 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 Для нас, как христиан, он должен становиться ярче и ярче. Да. Но когда вы становитесь темнее, возможно, у вас была какая-то часть света, а всё остальное — от плоти. И вы учите свою церковь по плоти, и вы производите плоть в их жизни. И они ходят в мышление, которое не согласовано со Словом Божьим. И в первом стихе здесь написано, «Блажен или наделён силой иметь успех муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Посмотрите на это снова. Посмотрите на это. Вот это здесь, верно? Да. Посмотрите сюда. Прежде всего, он находит своё наслаждение в нём, понимаете? У него привязанность к Слову Божьему. Он почитает и уважает его. Да. Да. И в результате здесь написано, что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время своё, и лист, которого не вянет, и во всём, что он не делает, успеет. «Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Поэтому не устоят нечестивые на суде, и грешники — собрание праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот почему для нас так важно обновлять наш ум в Слове Божьем. Потому что это Божий путь. Это Божий путь, который приведёт нас к благословению. Это Божий путь, который приведёт нас к плодотворной жизни. Но если мы позволяем, чтобы на наш ум влияли нечестивые источники, и мы получаем знания из нечестивых источников, и мы позволяем, чтобы наш ум обновлялся в негативном, тогда мы будем поступать, как ты говорил недавно, мы будем обновлять свой ум, но мы будем обновлять его в вещах, в неправильном направлении, и мы увидим и познаем волю дьявола. Знаешь, здесь, в первом стихе, в этом псалме, где он сказал, «И не стоит на пути грешных», это не является для него преградой. Это значит поддерживать грешников в их идеях. Почему политическую программу, политическая партия называют платформой? Почему её так называют? Вот человек стоит на этой платформе и пытается убедить вас голосовать за него. И что он говорит? «Идите сюда, встаньте вместе со мной, на этой платформе». Вот о чём говорит этот стих в этом первом псалме. Вы не ходите на совет нечестивых и не стоите рядом с грешниками в том, что они думают, в их образе мышления. Это путь грешников. Их образ мышления, их образ поведения, их способ говорить, их образ жизни, их образ делать что-то, их образ жизни, другими словами. В расширенном переводе сказано, «Вам не стоит следовать их советам, их планам и их целям, или стоять, покоряться, проявляя пассивность на стезе, где ходят грешники, и не сидеть, расслабившись и покоясь, где собираются насмешники, пренебрежительные люди». Уверяю вас, это испортит ваш ум и это испортит ваше мышление. То, о чём мы говорили на протяжении двух недель, очень просто. Вот Библия. Это ум Христов. Это ум помазанного. Пусть у вас будут те же помышления, что и во Христе Иисусе. Ты говорил об этом недавно. Если вы делаете всё то, что делал Иисус, вы получите результаты, которые получал Иисус. Делайте то, что делает Он. Думайте, как думает Он, говорите, как говорит Он, и вы получите те же результаты. Но всё начинается, когда вы берёте эту Библию, читаете её и настраиваете свой ум в согласии с этим словом. И когда вы наталкиваетесь на противоречие, вы почитаете это слово, вы почитаете Бога, почитая Его Слово, и это слово имеет больший вес, чем всё остальное, чего нет в этом слове. Да, я вижу. Это дало мне ответ, когда я начал говорить. Это открывает, почему христианин, христианин, бизнесмен, пастор церкви или кто-то другой будет поддерживать политического кандидата, который, и он хорошо это знает, который поддерживает аборты, который поддерживает другие нечестивые вещи, пути грешных, и послушайте, да, но у него есть то, что мне нужно. Он, знаете, и я. Да, но теперь возникают все эти вопросы, с которыми нужно разобраться. И вот в чём причина. Он ходит и стоит на одной платформе с человеком, который, и он это знает, поступает и говорит в противоречии со Словом Божьим. Но он пытается оправдывать себя. Да, но... Хорошо. Когда он встаёт вместе с ним на эту платформу, он получит результаты этого человека. И эти вещи перейдут в его жизнь. И теперь этот человек, этот грешник, кем бы он ни был, или развратитель, или... как он ещё назвал их? Развратители. Эти фанатики и развратители. Да. фанатики и развратители. Развратители. Когда он поступает так, его голос — это его семя. И он сеет это в эту почву. И в результате он получит грех этого человека в своей жизни и даже не будет знать, что вызвало все эти проблемы. Это человек, с которым он вступил в завет. Он не осознаёт, с кем он соединил себя. Не осознаёт. Вот почему так важна роль церкви. Мы не можем быть в церкви, как будто мы в системе этого мира. Знаете, это крик моего сердца. Когда вы в церкви так близко ко всему, что вам нужно, всему, что вы желаете, не позволяйте себе быть слишком ленивы для того, чтобы обновлять свой ум Словом Божьим. Лень тоже играет в этом свою роль. Вот. Но для этого нужно, чтобы я снова взял Слово, вложил в своё мышление, захотел обучаться в нём, а не считал это религиозной деятельностью, которую я занимаюсь в воскресенье, чтобы создать впечатление, что я что-то делаю. Но я серьёзно отношусь к замене моего мышления, которое не согласовано со Словом Божьим, на Слово. А после этого займите свою позицию в нём. Да. Не имеет значения, что попадается на вашем пути. Стойте на нём. Почитание, которое приходит от Бога, когда кто-то почитает Его Слово, будет очень ярко проявляться. Когда мы держимся за Него, отдавая Ему предпочтение перед всеми другими искушениями, которые пытаются остановить нас. Даже в послании Иакова мы успели дойти до того места, где Он говорит о радости. Он сказал, «Когда искушения и другие вещи приходят на вас, реагируйте на это с радостью, зная, что...» Мы знаем, что радость приходит от того, что вы знаете. Счастье и утешение, которое вы имеете в жизни. Если вы будете достаточно долго держаться того, что вы знаете, ваша радость сделает вас счастливыми. Но это наша сила. Наша сила приходит от того, что мы знаем. Вопросы возникают сейчас в церкви из-за того, что нам нужно узнать кое-что. Мы должны узнать определённые вещи, мы должны знать кое-что, кроме «Давайте провозгласим это, и всё будет хорошо в очень скором будущем». Мы должны позволить, чтобы наш разум был заряжен Словом Божьим, чтобы мы знали, что делать, когда приходит давление. Ведь радость приходит благодаря тому, что я знаю. А вот и другая сторона. Тот же самый стих, та же самая глава. Человек с двоящимися мыслями в таком случае непостоянен на всех путях своих. Давай вернёмся туда и рассмотрим это место Писания, потому что он излагает это с двух сторон. Знаешь, Крифла, если задуматься о том, откуда это пришло. Ведь Иаков воспитывался в одном доме с Иисусом. Он наблюдал за Ним. И до какого-то времени он считал, что Иисус сошёл с ума, пока Иисус не открылся ему. И тогда всё то, что он слышал, и всё то, что он видел, что делал Иисус, как он ходил верой. Иисус не совершил ни одного чуда, пока не пришёл на свадьбу в Кану Галилейскую, но Иисус всегда ходил верой, потому что Богу невозможно угодить без веры, а Иисус совершенно угодил Отцу Небесному. И вот Иаков, этот человек, пишет, я хочу сказать, это информация прямо от престола Божьего. Смотрите, смотрите, что он пишет в своём послании. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Да. Если проследить этот процесс до конца, это приводит терпение в действие. Да, да, да. И вы не будете раздражаться на протяжении этого процесса. Именно об этом он говорит. Потому что вы знаете. Разве не об этом он говорит? Итак, вы устремлены на это, и вы поддерживаете это состояние, пока терпение держит дверь открытой для того, чтобы вера продолжала работать, пока вы не будете совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Без всякого недостатка. Всякого недостатка. «Итак, если же у кого из вас недостает мудрости, сказал он, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Что такое мудрость? Мудрость — это знать, что делать, когда вы не знали. Бог говорит, «Я покажу вам, что делать», когда вы не знаете, что делать. это способность взять это знание и использовать его. Да. Есть много людей, у которых много знаний, но у них нет представления, что с ними делать. В такое время, как сегодня, когда люди пытаются вычислить, как действовать во времена экономического падения и кризиса, Бог знает как. У Бога миллион способов, чтобы оплатить ваши счета каждую неделю. Мне нужен только один. И я могу использовать этот один способ, чтобы оплачивать свои счета весь год. Весь год. Вы не способны придумать хотя бы один способ, если вы не знаете, если вы не утверждены в том, что вы принимаете это с радостью, потому что победа уже моя. Да. Она моя все это время, она уже принадлежит мне. Да. 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 Мы побеждаем в каждой битве все время, независимо от того, что это за битва. Мы побеждаем все время в каждой битве. Это наша стефе и исповедание. Мы побеждаем в каждой битве, каждый раз, Бог всегда дает нам торжествовать. Да. Да. Он дает триумф. Он дает нам победу. Апостол Павел на 14-й день того урагана на море встал и сказал, «Ободритесь!» Что? Что? Что корабль тонет? Ты глупый проповедник. Почему ты говоришь мне ободриться? Я слышал от Бога. Да. Это не Божий план, чтобы корабль затонул. Да. Да. Вложите это в свои устали. Встаньте там, не важно, если они хотят отобрать ваш дом. Да. Это не Божий план, чтобы мой корабль затонул. Да. Я не пойду под воду. Да. Вот тогда все начинает происходить. Но не раньше. Да. И большинство людей думают, «Ну и что это даст?» Это что, даст мне необходимые деньги? Возможно, вам не нужны деньги для этого? Да. Когда вы имеете дело с Богом. Прекратите смотреть на это так, как мир научил вас смотреть, и просто имейте веру Божью. Да. Имейте веру Божью. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является днем пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего», потому что Господь дал мне такое указание много лет тому назад. И вот в чем причина. Послушайте внимательно. Это послание к Галатам, 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо что посеет человек, то и пожнет». Помните, в 5 главе, мы начинали нашу серию передач с 5 главы послания к Галатам, где он говорит о хождении в духе, чтобы не исполнять вожделение плоти. И мы идем дальше. «Ибо сеющий в плоть свою», если вы сеете в плоть свою, если вы смотрите на это, вы не обновите свой ум, даже если вы рождены свыше. Вы пожнете тление. Но послушайте дальше. «А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». «Жизнь вечная» — это перевод греческого слова «зоуэ», и это значит саму сущность Божью, жизненную сущность Божью, и она в вашем духе. Когда вы слышите слова, которые вам проповедуются, например, как вы слышали проповедь Слова Божьего на наших передачах всю эту и прошлую неделю, когда вы слушаете проповеди в записи, вы пожинаете, вы получаете. Эти слова входят в вас. И мы говорили о насаждаемом слове. Оно входит в вас, и тогда вы принимаете его, и в ответ вы сеете в того, кто принес вам это слово. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Почему? Вы принимаете. Вы поступаете согласно тому, чему учил вас этот человек, и поступая так, сея Божья жизнь укореняется в вас. То, что вы слышали, укореняется. Вот почему Бог изложил это в такой форме. Вот почему Он сказал, «Я хочу, чтобы в конце каждой недели вы принимали пожертвования, чтобы люди могли реагировать, отвечать на проповедь Слова». И, Отец, мы молимся во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. За сильную реакцию на Слово Божье. Да. Во имя Иисуса, чтобы Слово Божье укоренилось в нашем духе. Слава Богу. Да. Помолитесь. Иисус.